Всем добрый день! Сегодня обсудим плюсы работы массажиста. В каждой профессии есть определенные плюсы и минусы. С чем-то нам приходится мириться, а ради плюсов мы обычно торопимся на работу и стараемся с нее не увольняться. Первый плюс для массажиста это то, что он может помогать своей семье. И тут вы сразу можете сказать, что как же так? Обычно сапожник без сапог и массажисты не успевают делать массаж своим близким. Прошу вас занести время и дату в бортовой журнал. Да, это имеет место быть. Я сейчас говорю только о том моменте, когда человек учится на курсах массажиста для того, чтобы научиться делать массаж своим близким. То есть он приобретает не корочку, он приобретает определенные навыки для того, чтобы своему ребенку, своей маме, жене, мужу помочь при болях в плече, при усталости после работы, при сутулости, повышенном давлении, боли в ногах, отеках и так далее. Все это может исправить обычный массаж, даже базовые курсы дадут вам отличный результат. Поэтому это плюс номер один. Второй плюс при работе массажистом это возможность приобрести быстро новый навык, новую профессию. Мы специально делаем базовые курсы достаточно короткими, всего лишь один месяц, для того, чтобы человек мог попробовать. Не всегда это пойдет, не всегда вы сразу пойдете работать и сделаете это своей основной профессией. Поэтому потраченный один месяц вам как минимум даст в любом случае навык, но как максимум вы не потеряете 6 лет жизни при обучении в высшем учебном заведении на специальность маркетолога и так далее. То есть это потеря не страшная. Плюс навык с вами остается, у вас есть возможность, например, при переезде в другой город быстро получить новую профессию и пойти сразу начать зарабатывать. Третий плюс работы массажистом это то, что вы можете, работая, например, бухгалтером на своем основном месте, не менять основную деятельность, а по вечерам дополнительно заниматься массажем. Мне кажется, около 20% выпускников работают именно так. Они не меняют свое направление, но вечером или в выходные дни в свободное время берут 2-3 клиента и получают дополнительный заработок. Это отличный плюс. Четвертый плюс работы массажистом, что это действительно тот навык, который можно в случае чего легко подтвердить даже без документов. То есть при переезде в другую страну вы можете устроиться на работу массажистом во Вьетнаме, в Таиланде, во многих других странах. И вы будете иметь достаточный спрос, потому что особенно в Азии спрос большой на русский массаж. Также во многих европейских странах наши выпускники работают массажистами, но часто это, конечно, неофициально, потому что там для того, чтобы работать официально, нужно пройти соответствующие курсы, которые аттестуются в их стране. Но я знаю, что очень многие работают спокойно, без получения соответствующего образования в тех странах, а имея навыки чисто из российских школ, в том числе и из нашей. И еще один плюс работы массажистом, это то, что у вас есть навык, который останется в ваших руках. Если, например, среди ваших знакомых кто-то оказался после травмы, операции или перенесенных каких-то воспалительных процессов, вы можете спокойно помочь таким людям. Ну и, конечно же, сейчас еще один плюс работы массажистом, это то, что вы можете работать как без медицинского образования, так и с ним. Сейчас огромный, огромный плюс то, что можно получить среднее медицинское образование на год быстрее, чем раньше. Например, раньше на вечернем образовании требовалось 4 года, теперь это 3 года. И то же самое касается дневного обучения, раньше оно длилось 3 года, теперь 2. Вы сами вправе выбирать, с чем вы будете заниматься. И если вы думаете о профессии массажиста, я рекомендую, не задумываясь начинать учиться, пробовать все с базовых курсов. И даже если вы решите, что работать массажистом вы не хотите, вы всегда сможете сделать массаж своим близким. Массаж это то, что нужно уметь каждому и то, что мы стараемся нести в массы.